Как ни странно Толкает устало И разрывы почти не слышны И стоим мы в дни войны Тишиной оглушены Так бывает в дни войны Нам на фронте снятся сны Снятся нам довоенные сёла Где в окошках огни зажжены И в землянках в дни войны Дышат миром наши сны Полковник, это мой дедушка Всю войну прошёл? Да, всю войну пришёл Умер давно? Умер лет 15 назад Это моя бабушка с подругой Курпина Аклавдия Дмитриевна Это именно в военных После военных годы фотографии Есть поздние, но это именно В тех времён фотографии С праздником Спасибо Мы знаем, что у вас дедушка тоже Да, через 69 лет нашёл Нашли, да? Ну слава Богу, что нашли Где погиб И где же? Ржевский район Деревня Гребеева Калининская область Ну сейчас Тверская область Ржевская операция Погиб 11 августа 42-го года Все документы Нашёл даже Ведомость последней зарплаты 175 рублей 50 копеек Получил за июль Командир был? В отделении был Старший сержант И его роспись живая Всё Спасибо вам за то, что Вы такой интерес проявили В 69 лет считался Пропавшим в бизнесе Ну, да таких-то много Я выезжал туда на высоту На это место И родителей брал Мама, слава Богу, жива Даже делали идентификацию Костей, которые достали Но, к сожалению, уже Ничего нельзя А патрончик Патрончик Не Или было записано Вамилия, имя, отчество Этого не было Если бы это было Да Спасибо вам Спасибо вам А это здравствуйте Это моя мама просто была Знаете, как в Дети войны В Германии Вот она пробыла 2 года А этот парень воевал Но её уже не с живых Но мы помним Она мне рассказывала Про это место Здесь же были эти Огороженные С праздником Спасибо Здравствуйте С праздником Здравствуйте 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 Как праздник в комплексе? Это? Это мой отец Саленград Курское дуга Из Чехословакии Это военная фотоапия, да? Да У моего дедушки тоже такая фотоапия Тоже такая фотоапия Такая такая, перед войной. Здравствуйте, с праздником. Спасибо, с праздником. Как здорово, что сейчас. Это батько мой ушел на фронт и бездельно пропал. Ушел в это, извещение получил в 40-е, после войны, что в октябре 43-го года погиб, а пропал безвести. И я считаю, как семья погибшего. Мне 7 лет было, как батько ушел на фронт, а я же не соображала, что такое фронт. Я говорю, папа, купи мне куклу. С праздником всех. Спасибо. Будьте здоровы, да, Владимир. С праздником всех. Спасибо. Дедушку. Спасибо. С праздником вас. Спасибо. 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 Какие моменты, минуты, их нельзя. У меня не хватает, например, силы сдержаться, потому что с войной связана каждая семья, кременчужане особенно, украинцы. Это без разницы. Все бывшие народы Советского Союза, они все потеряли кого-то из близких, потому это и мою семью не обошло. Это горе. Я сразу вспоминаю своего деда. Очень приятно сегодня, что люди вышли с портретами своих близких, что сегодня лишний раз и повод вспомнить о них, отдать им дань славы, уважения, чести. Хорошо, что молодежь это видит, потому что и дети стояли, и люди нашего возраста, так скажем. Я хочу сказать, что сегодня День Победы – великий светлый праздник. Весенний праздник. И праздник, который всегда будет для нашей страны, для нашего города, для меня лично будет. И с большим праздником я это стараюсь передать своим детям, своим внукам. Думаю, что сегодня все в таком же патриотическом настрое и порыве. Вот потому, пользуясь случаем, хочу поздравить наших ветеранов, еще сегодня живых. Пожелать, чтобы они с нами еще долго были в строю. Ну и, конечно, пожелать нашей Украине мира, спокойствия. Мы убежден в том, что следующий юбилейный год, День Победы, мы будем отмечать по-другому. Будем отмечать со всеми почестями нашим ветеранам. Мы в этом году проводим те же мероприятия, только без пышного празднования. Ну, будем говорить, не только пышного празднования, это без каких-то, будем говорить, ритуалов, к которым привыкли к ременчужанам. И вызвано это сегодня все-таки соображениями безопасности, мира и спокойствия в нашем городе. Потому, молю Бога, чтобы наши политики сели за стол переговоров, успокоили страну. Украина едина, неделима. Украину мы все любим. Землянка в дни войны дышат миром наши сны. Во-первых, я хочу, конечно, поздравить всех кременчужан, гостей нашего города, с великим для нас праздником, Днем Победы, Победы над фашизмом. Конечно, в этом году мы не так празднуем, как хотелось бы. Вы знаете, для нас это святой праздник, и каждый год руководство города, и сам город действительно празднует масштабно, красиво. Но, к сожалению, вы знаете, в этом году такая ситуация. Мы просто приняли решение, что нужно максимально уменьшить массовые мероприятия. Тем не менее, сегодня было возложение. Каждый кременчужанин, кто имел возможность, пришел, высказал свою гражданскую позицию. Я за это тоже благодарю. Я уверен, что все наладится, все будет нормально, пройдут президентские выборы, и обязательно в стране будет мир. Ну, а наша задача, я считаю, наше поколение сегодня, задача сохранения этого мира, сделать все возможное, чтобы сохранить, и этот мир был и для наших поколений, и для сегодняшних поколений, и для тех, кто, к сожалению, упал на поле битвы. Вот наша сегодняшняя основная задача. Как предвидеть наперед, трудный путь стрелковых рот, Кто до ближней дойдет переправы, Кто до самой победы дойдет, Как предвидеть наперед, Что тебя на свете ждет. Поздравляю! Спасибо, бочка, спасибо, бочка. В дни войны. Дай Бог. Десть минуты. Чтоб он был здоровым и счастливым, И не болел. Ой, спасибо, спасибо большое. Дай я тебе поцелую. Дай, дай. Ух ты, родненькая. Ой, ой. Вот так вот. Оглушенный.